Операторы. Ряд организованных структур, состоящих из осознающих сущностей и искусственно созданных энергоинформационных и ментальных программ, применяющих различные технологии по управлению вниманием живых существ и перераспределяющих их энергию в нужное операторам русло, а также удерживающих в рамках границ системы для обеспечения полного и безопасного существования. В разные времена люди по-разному подходили к пониманию этого явления. Появлялись бесы в религиях, летуны-кастанеды, паразиты сознания Кулина Уильсона и множество других. В литературе понятия операторов и паразитов сознания различны, но иногда всё же представляют собой единую структуру и могут быть взаимно переплетены. Энергетические операторы могут воздействовать на человека напрямую через тонкие планы, либо используя подконтрольных людей, находящихся в непосредственном окружении объекта манипуляции. Проводниками операторов могут являться обычные люди, подверженные воздействию отравляющих факторов на своё мировоззрение, либо неспособных в достаточной мере контролировать своё внимание. Чем большую угрозу системе представляют действия человека, тем сильнее методы воздействия операторов, которые могут распространяться не только тонкоматериально, но и проникать вплоть до воздействия на физический мир. Для понимания работы этих механизмов нужно понимать цели сил, стоящих за спинами операторов. Это цели отъёма энергии. Из этого возникают три направления воздействия. Первое – управление вниманием людей, а как известно, где внимание, там и энергия. Второе – поддержание необходимых условий для выработки этой энергии. И третье – удержание объектов производства энергии внутри безопасных рамок. Мыслительные, поведенческие шаблоны и привычки человека являются своего рода крючками для операторов, на которые они воздействуют. Индивидуальное растёт и расширяется с увеличением разнообразия и интенсивности его произвольной деятельности и обратно с уменьшением разнообразия интенсивности произвольных движений. Жизнь индивидуального «я» упадает, сокращается. Соответственно, этому мы находим, что ограничение произвольных движений чрезвычайно важно для внушаемости вообще. И оно тем важнее, что может вызвать на деле сужение поля сознания с последующим условием. Всё это благоприятствует внушаемости. Уильямс Джеймс Сидис, 1899 год. Освобождение от импринтов, шаблонов, штампов и отрицательных установок на любую воспринимаемую информацию является шагом к освобождению от воздействия оператора. Эмоции воздействуют на тело человека. Шаблонность неразрывно связана и питается за счёт эмоций, влияя на физическое тело. Отсюда мы можем наблюдать, как одни и те же привычки отпечатывают одинаковые черты у разных людей, вплоть до одинаковых заболеваний внутренних органов. Система рассматривает людей в качестве сосудов энергии, которые отмечены общей меркой и уровня, безопасного для системы. Система следит, чтобы средний уровень энергии не превышал эту черту. Многие практики рано или поздно замечают, что различные способы стимуляции внутреннего осознания вначале повышают энергетику, но в какой-то момент внезапно происходит значительный сброс вниз. Как только человек подходит к определенной черте, где он может получить то, что называют просветлением или расширить своё сознание, сразу же вдруг падает энергетика, и человек сползает на предыдущий уровень. На бытовом уровне это выглядит как зиппинг перед телевизором, бессознательное посещение интернета, вялоподвижный образ жизни. Человек какое-то время опять набирает энергию, опять подходит к точке, где может резко себя осознать, и тут снова его выключают. Из устоявшихся однотипных сбросов энергии операторам могут образовываться подключки. Подключки – устоявшиеся каналы перетекания энергии между человеком и получателем с целью получения регулярной подпитки. Могут располагаться на различных энергетических центрах в зависимости от характера самой энергии. С течением времени они сильнее прирастают к человеку, что усложняет процесс избавления от них. Существование операторов не ограничивается одними тонкоматериальными манипуляциями. Существует много наработанных психотехнологий, созданных ведущими спецслужбами, в которых роли операторов могут выполнять обычные люди, а технологическую роль – сложные современные приборы. Наше изобретение способно контролировать сознание и вскрывать души, как консервные банки, меняя начинку по своему вкусу. Директор НИИ психотехнологий академик Игорь Смирнов, разработчик метода компьютерного психосемантического анализа 1995 год. В СССР прогресс пси-технологий произошел во время успехов Владимира Михайловича Бехтерева, частично вследствие которого был осуществлен культ Сталина. Различные разработки производились год за годом, с разной интенсивностью. Сейчас же жертвами пси-террора считают себя миллионы людей по всему миру. Внушать значит более или менее непосредственно прививать к психической сфере другого лица идеи, чувства, эмоции и другие психофизические состояния, иначе говоря, воздействовать так, чтобы по возможности не было места критики и суждения. Под внушением же следует понимать непосредственное прививание к психической сфере данного лица идеи, чувства, эмоции и других психофизических состояний помимо его «я», то есть в обход его самосознающей и критикующей личности. Владимир Михайлович Бехтерев. Внушение и его роль в общественной жизни. 1908 год. Главной целью пси-исследования является поиск новых приемов, способов, форм и методов воздействия на психику человека, больших масс людей, расширение возможностей человеческого сознания. В ряде стран имеется информация об использовании скрытного дистанционного воздействия от отдельных лиц до больших коллективов. Причем речь идет не об экспериментах, которые ставятся уже длительное время, а о применении отработанных технологий для достижения практических, чаще всего политических и военных целей. И эти технологии с каждым днем становятся все изощреннее, благодаря новым возможностям науки и техники. Борис Ратников, генерал-майор запаса Федеральной службы охраны РФ, 2007 год. Как писал Антон Уилсон, в каждом из нас сидит два человека, думающий и доказывающий. Чтобы не думал думающий, доказывающий это докажет. Человеческий мозг устроен таким образом, что достаточно ему периодически подбрасывать какие-либо утверждения, и он сам будет выискивать и находить их доказательства, так как мозговой процесс не может остановиться сам по себе и всегда ищет пищу для своей деятельности. Это всегда работает, когда необходимо ввести жертву в ложную модель реальности. Рассмотрим дневники жертв воздействия операторов, когда на них открыто проходит испытание различных методов обработки или, если назвать кратко, пситеров. Наиболее типичное описание происходящего со слов очевидцев. В это очень трудно поверить, но это правда. Вот уже два года длится ужас. Нахожусь в здравом уме, имею медицинское образование, какие-то мрази, выдающие себя за спецслужбы, испытывают на мне эти технологии. Они разговаривают у меня в голове 24 часа в сутки, без остановки, в течение двух лет. Создают постоянный стресс, запугивают, унижают, оскорбляют, особенно в моменты моральных или физических страданий. Они идут за мной, встают на моем пути и угрожают. Говорят, что я педофил, фетишист, извращенец, дилер наркотиков и что я нахожусь под следствием, и меня могут в любой момент арестовать. Одновременно другие говорят у меня в голове и тоже пугают и унижают. Поверить в это невозможно, пока это история или это открытие. Машины для чтения мыслей не выйдут на свет божий. Невозможно смотреть телевизор, думать, мечтать, вспоминать, иметь половую жизнь, читать, слушать музыку и так далее. Абсолютно ничего. Всю ночь они разговаривают в моей голове, кричат и гремят под окном. Кричат номер и код моей кредитной карты, сообщают о пришедших вне мейлах и о их содержимом. Цель этого дебилизма мне непонятна. Меня сделали инвалидом. Лично я слышал от своих мразей, выйдите из аппаратной. Или он слышит нас. Завтра принесу программу, он перестанет нас слышать. Это организованные группы, и там работает персонал. И причем их обучают. Там есть кричалы, чтобы вызывать у вас взрыв мозга, способные орать у вас в голове с сутками. У них много сценариев, чтобы вывести вас из равновесия. Скажу вам больше, они еще фиксируют реакцию вашего организма, если вам плохо. А для них это хорошо. Поверьте, у мразей много заготовок, чтобы вывести вас из себя, чтобы вас колотило и било. А еще лучше для них, если вы заберетесь повыше и прыгнете оттуда. Меня они сначала хотели заставить молиться Тоту в течение недели. Потом Одину. А потом в христианство пытались вогнать. Потом, чтобы ну хоть кому-нибудь, чтобы молитва была совершена. А во всех случаях были посланы, поскольку все это не совпадало с моей верой. А показушничеством по просьбе требованию не занимаюсь. Очень любят христианство, особенно вовлекать псиопы. Одной из истинных первопричин повышенного взаимодействия людей с операторами является предрасположенность к возможности сенситивного восприятия мира. Такие люди являются потенциально опасными для системы. И первой их реакцией на такие взаимодействия становится желание закрыть эту дверь в неизвестное любой ценой. Шагом вперед является намеренное развитие энергетических способностей, вопреки тому, что по мере своего продвижения попытки усиления уровня блокировки могут вырастать. Элементарное социальное манипулирование можно легко расписать на восьмиконтурной модели психики, описанной Тимоти Лири и Антоном Уилсоном, в которой приоритет всегда имеют первоочередные контуры. Первый, древнейший контур биовыживания, при своей активизации принудительно отключает ментальную деятельность остальных контуров. Третий, рациональный, семантический контур, всегда открыт для манипуляций со стороны первых, более древних контуров. Важным моментом манипуляции первым контуром во время искусственного создания страха у объектов является импринтирование главы государства в качестве биологического родителя, в результате чего образуются реакции, известные как Стокгольмский синдром. Пугая людей адом, а затем обещая им спасение, самые невежественные и извращенные индивиды могут навязать им целую философскую систему, которая не выдержала бы и двух минут рационального анализа. А любой альфа-самец одомашненных приматов, как бы ни был жесток или испорчен, может повести за собой всю стаю приматов, закричав, что альфа-самец соперничающей стаи собирается напасть на их территорию. Роберт Антон Уилсон. Психология эволюции. 1983 год. Несмотря на то, что тема до сих пор считается абсурдной, совсем скоро это знание может влиться в общественное бессознательное, как уже свершившийся факт, так же, как это было с утверждениями о невероятности в будущем контролировать интернет через механизмы запрета и манипуляции ложными публикациями. Факты всех этих действий были восприняты общественностью лишь спустя несколько лет, так же, как и осознание внешнего воздействия операторов и механизмов контроля и управления энергией. Все это остается делом ближайшего настоящего. Жизнь — это игра, где большинство является фишками. Осознав игру операторов и ее цели, жертвы перестают подчиняться чужим правилам и могут диктовать свои. Будьте собой, как бы вами ни играли. Осознанность фишки — шанс стать игроком. Добро пожаловать в игру! Приключения начинаются!